Десять квалифицированных специалистов проводили занятия для детей. Один из них – Дмитрий Гамаюнов. Мужчина готовил начинающих волейболистов. Главная цель для него – заразить страстью к спорту тех ребят, кто тренировкам в зале и на площадке предпочитает компьютерные игры. Задачи мы выполнили, а это привлечение молодых ребят, то есть из-за двора, которые раньше не занимались. И если говорить о конкретных результатах, то у нас мы сейчас сформировали полноценную группу детей от 13 до 15 лет. И сейчас стараемся их по секциям распределить, чтобы принимать новых. Для занятий дворовым спортом подготовили 10 площадок. В этом году в проекте приняли участие не только школьники областного центра, но и ребята из Канышевского района. Смело могу сказать, что проект работает, дети с удовольствием ходили на открытые тренировки. Результатом этого проекта для нас, для меня, как для руководителя ФОКа, стало то, что мы открыли секцию баскетбола в нашем физкультурно-оздоровительном комплексе. Дети со двора пошли записываться секции к нам на ФОК. В этом году из-за пандемии детям особенно не хватало физической активности. Дети во время самоизоляции сидели дома, и когда была удаленная система обучения, они были привязаны к мониторам своих ноутбуков, компьютеров, и были лишены такой активности посещением спортивных секций, их кружков. И я очень благодарна тем организаторам, и тем нашим тренерам-настальникам, которые помогли нам реализовать этот проект. Проект «Дворовый мяч» получил поддержку Фонда президентских грантов, а это почти полмиллиона рублей. В следующем году работу с курскими школьниками продолжат. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев. События дня.